Доброе утро еще раз. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на мировой связи посредством зума эпидемиолог Никита Троянский. Сегодня мы так договорились, что будем такие развенчивать мифы о вакцинации, о вакцинах, как ни странно, и спустя полгода, больше уже теперь после появления вакцины, но уже 10 месяцев, тем не менее, какие-то мифы по-прежнему очень популярны, они циркулируют и в социальных сетях. Но, может быть, сначала хотел начать с того вопроса, который у нас радиослушатель задал в первой части. Он сказал, что вот он переболел ковидом, сделал анализы на антитела, у него по-прежнему довольно высокий титр антител, и он не понимает, почему ему надо вакцинироваться. Я так понимаю, что он совсем не одинок вот в этом своем непонимании, я имею в виду из тех, кто переболел. Может быть, несколько слов об этом. Здравствуйте. Ну, нужно понимать, что уровень антитела – это как бы антитела – это не единственная ветвь иммунитета, которая помогает нам справиться с вирусом. Есть еще клеточный иммунитет, например, клетки памяти. Есть так называемый нативный иммунитет. Поэтому мы знаем, что вакцина эффективно запускает все эти три ветви иммунитета. И то, что мы видим, конечно, если человек натурально переболел, то иммунитет образуется. Но если человек переболел асимптоматично или в легкой форме, то зачастую этот иммунитет достаточно некачественный, уровень антител низкий. Поэтому, вакцинируясь после переболевания, вы увеличиваете свой титр, количество антител. По некоторым исследованиям, от 100 до 10 тысяч раз увеличивается ваш уровень антител. И самый хороший иммунитет – это, конечно, у людей, которые переболели, а потом провакцинировались хотя бы одной дозой. Но в любом случае болеть не надо, это чревато последствиям. Поэтому, если еще не переболели, то лучше вакцинироваться. Да. Вот есть такой миф или такое убеждение у многих. Может быть, осталось в памяти, знаете, вот говоря, что не самое лучшее время вакцинироваться от гриппа в разгар эпидемии гриппа. Так, по крайней мере, говорили нам еще до всякого ковида, когда действительно грипп свирепствовал фактически каждую зиму. Вот что можно сказать по поводу вакцинации от ковида? Мы видим, что очень высокая заболеваемость. В Латвии фактически вирус распространяется бесконтрольно. И кто-то говорит, ну как же в этот момент, когда буквально выходишь на улицу, и тебя может достичь этот вирус, идти и вакцинироваться в разгар пандемии? Ну, мне интересно, как люди, которые считают, что во время пандемии или эпидемии нельзя вакцинироваться, объясняют себе это. То есть я вижу, что есть две возможные теории, которые я встречал, которыми я как бы подкрепляю это убеждение, но они оба неправильны. Во-первых, люди думают, что если вирус мутирующий, как, например, грипп или коронавирус, то вакцинируясь ты как бы стимулируешь мутацию, потому что в обществе создаются такие полузащищённые люди, ведь вакцины не на 100% эффективны, а на 90%, скажем так. И поэтому ты как бы провоцируешь вирус обходить иммунитет. Но мы видим, что альфа-вариант появился у нас в ноябре 2020 года в Великобритании, скорее всего, когда никто не был вакцинирован. Дельта, которая до сих пор доминирует весь мир или почти все страны в мире, появилась, скорее всего, в феврале в Индии или в январе в Индии, то есть когда там тоже никто не был вакцинирован. Это не так работает, поэтому этот аргумент отпадает. И как бы что вы предлагаете, сидеть на вакцинах, как курица на яйцах, когда у нас умирает каждый день 30 людей, которых могла бы большинство, из которых это бы вакцина спасла. А во-вторых, некоторые думают, что вакцинируясь, ты как бы краткосрочно ослабляешь свой иммунитет и делаешь себя более уязвимым, и поэтому нельзя вакцинироваться. Но это тоже неправда. На самом деле, когда ты вакцинируешься, ты своего рода стимулируешь, наоборот, свой иммунитет, потому что вакцина, ну и как любой антиген, попадая в наш лимфатический узел, она стимулирует воспалительную реакцию локальную, в результате иммунные клетки мобилизируются, и в теле происходит такое локальное или иногда глобальное воспаление. Поэтому нет, если вы провакцинируетесь сейчас во время коронавируса, вы не станете более уязвимым коронавирусом, а наоборот, себя защитите. Да, наверное, еще один миф очень долго. Я бы сказал, что это даже самая популярная такая, такой аргумент вот антиваксеров. Они говорят, ну, вы понимаете, ну, это же вакцина, это что-то нечто экспериментальное, нормальную вакцину, как и любой лекарственный препарат, разрабатывает там годами, иногда десятки лет, а здесь вот раз-раз за три месяца, за четыре, и вот уже мы участвуем в этом глобальном эксперименте, говорят антиваксеры. Ну, как я понимаю, значит, этот аргумент можно раздробить на две части. Во-первых, как вакцина была создана так быстро? На самом деле большинство медикаментов разрабатывают дольше трех-пяти лет, а тут, казалось бы, за год. Но на то есть свои причины. Во-первых, как никогда много денег было инвестировано в разработку вакцин? Думаю, люди не понимают, что исследования вакцина – это очень дорогостоящий процесс, а чтобы провести, например, исследования, по которым 30 тысяч участников нужно, собственно, платить этим клиникам, статистикам, врачам, которые проводят вакцинацию. И было беспрецедентно много денег, беспрецедентно легко было этих балансеров, участников исследований найти. И несколько фаз исследований происходили параллельно. Например, еще не закончив первую фазу, начинали вторую. Это позволило сократить время. И как только было видно, что вакцина, допустим, надежная, безопасная, но еще не было понятно, насколько эффективная, уже приходят к следующей фазе испытаний. Это вот такая практика во время кризисов. И также, конечно, у нас достаточно большая база знаний об этих технологиях уже с конца 80-х годов. То есть больше чем 30 лет исследуют как МРНК-технологию, так и векторную технологию, на которой основаны вакцины. Это все не появилось из ниоткуда. Мне надо сейчас заметить, что второй аспект этого аргумента. Многие люди начитали, что якобы исследования вакцины продолжаются до третьего года, мы все участвуем в эксперименте. Но это не так. Надо понимать, что означает то, что исследования продолжаются. Это стандартная практика для каждого лекарства, которое когда-либо появилось на полке аптеки. После того, как лекарство или вакцину утверждает, это регуляторная институция, то есть европейское агентство лекарств, то тогда все равно еще год или два продолжают мониторинг безопасности и эффективности. Каждый. Это было с любым бальзамом или таблеткой, которую вы пьете. Потому что ученым важно убедиться, что данные о безопасности и эффективности, полученные в исследовании, соответствуют данным, которые мы видим в реальной жизни. Это не эксперимент, это стандартная практика в интересах каждого пользователя. Еще мы знаем, что время от времени, понятно, что это задача нашего совета по иммунизации, он издает те или иные рекомендации и по тому, какие возраста лучше какой вакциной применять. Но вот последнее мы знаем, тоже прозвучала громкая такая рекомендация, что вот до 25 лет желательно Pfizer, после 25 желательно Moderna. Некоторые медицинские учреждения восприняли эту рекомендацию как приказ, и в результате у людей 25+, даже у некоторых были проблемы, чтобы их привили Pfizer. Они, допустим, хотели Pfizer, им говорят, нет, вот Moderna. Вот, может быть, чуть-чуть поясните, из чего исходит совет по иммунизации, почему время от времени вот такие рекомендации возникают? Это совсем не значит, что Pfizer перестала быть эффективной, не правда ли? Нет, нет, это не вопрос эффективности, а вопрос безопасности, потому что у каждой вакцины есть очень редкие, но серьёзные побочные реакции у других вакцин. И то, что мы видим здесь, Pfizer чаще, чем Moderna, но всё равно в очень исключительных случаях вызывает у молодых мужчин, именно мужчин моложе 30 лет и 25, миокардит. Но это всегда, опять же, почти всегда, больше, чем 75% случаев, это доброкачественный миокардит, который самонейтрализующийся, то есть его даже особо лечить не надо. И надо понимать, что если мы миллион молодых мужчин привьём Pfizer, то у 60 из них разовьётся этот миокардит. А если миллион людей инфицируется коронавирусом, то у 450 из них будет тот же самый миокардит, но обычно уже в более тяжёлой форме, чем тот, который после вакцины. То есть не доброкачественный. Поэтому нужно понимать, что, конечно, вакцинируясь, ты берёшь на себя небольшой риск, но ты всё равно уменьшаешь свой риск того же миокардита или почти любой другой проблемы, потому что у вакцин-то вот у Pfizer Moderna это миокардит, а у Johnson & Johnson тромбоз. А коронавирус это вызывает не только миокардит и тромбоз гораздо чаще, но и множество других неврологических, респираторных проблем. То есть, в принципе, есть опасность, что вообще те, кто не вакцинирован и переболеет, даже если они выживут, есть довольно значительный риск инвалидизации. То есть фактически человек может стать инвалидом. Ну, конечно, да. Это, я думаю, многие не понимают, что вот думают, мне 30-40 лет, я молодой, здоровый, бегаю кроссы. Ну, так мы же знаем, что каждый седьмой-каждый десятый человек, который переболел коронавирусом, потом страдает от долгого ковида, то есть от долгосрочных проблем со здоровьем, которые появляются уже после переболевания. Это, например, мигрени, проблемы с концентрацией, повышенное тромбообразование, проблемы с почками. Потому что коронавирус ещё до того, как ваш иммунитет успевает начать с ним бороться, проникает в другие системы органов. В этом пакость коронавируса. Если грипп обычно как бы удерживается в лёгких, то коронавирус, да мы же знаем, первый симптом при коронавирусе – теряется запах. А почему теряется запах? Это коронавирус проникает в головной мозг. Поэтому надо себя обезопасить, потому что вакцины уменьшают риск этого долгого ковида. Хотя как минимум на 50%, может выше. Да, вот это, наверное, вопрос, который часто задают. Я понимаю, что на него, наверное, может быть сложно или даже невозможно точно ответить. Вот вы упоминали вот эти вирусы Альфа, Дельта. И кто-то говорит, ну, может быть, он оптимист по жизни. Кто-то говорит, что, вы знаете, ну, Дельта уже настолько тяжёлый, скажем так, мутант, что уже дальше этому вирусу. И некуда мутировать, тем более, что всё-таки, ну, вакцины широко применяются в мире. Есть куда мутировать, на ваш взгляд, этому вирусу? И это никогда не закончится? Или всё-таки вот это такая тупиковая ветка этого коронавируса? Отличный вопрос. Ну, никто чёткий ответ вам, конечно, не даст, потому что это единственное то, как мы можем это анализировать, это моделировать на компьютере эволюцию вируса. А пока что достаточно мощных компьютеров, чтобы это с высокой точностью промоделировать, нет. То, что мы уже видим на практике, что есть новые мутации, например, в Великобритании уже больше 10%, ну, как минимум, я смотрел пару недель назад, больше 8% всех секвенированных вирусов был не тот дельта, что у нас, а такая как бы дочерняя ветвь дельты, которая, очевидно, более заразная или лучше обходит иммунитет. Поэтому скоро она, скорее всего, будет доминировать в Великобритании, может быть, у нас. В Колумбии больше 60% всех коронавирусов это такой вариант мю, который, видимо, хорошо обходит иммунитет, но не такой заразный, как дельта. Поэтому не факт, что у мю получится распространиться по миру. Я думаю, еще будут новые варианты, но в любом случае мы видим, что вакцинация защищает от новых вариантов. Те вакцины, которые сейчас разработаны, они основаны на самом древнем, этом вуханьском штамме. Но все равно, как мы видим, вакцины хорошо защищают от дельты. Значит ли это, что через какое-то время, ну, не знаю, год, два, три, и хотелось бы в это верить. Вот кто-то говорит, что этот ковид исчезнет, кто-то говорит о том, что это станет сезонным вирусом, подобным гриппу. Ну, в конце концов, грипп у нас существует сколько десятилетий, да? Вот что вы думаете? Я понимаю, что, опять-таки, мы гадаем тут на кофейной гуще, но все-таки. Конечно, коронавирус не исчезнет. Да, он будет с нами, он станет как грипп, можно сказать, таким эндемичным, сезональным заболеванием, сезонным на русском, наверное, но мы видим, на самом деле, в человеческой популяции уже четыре сезонных коронавируса. Каждый четвертый случай простуды, где мы говорим, мой заболел простудой, на самом деле это сезонный коронавирус, и, скорее всего, они в свое время тоже вызвали очень такую плохую эпидемию с высокой смертностью, но со временем все переболели, а дети начали болеть, люди начали болеть в раннем возрасте, тем самым без высокой смертности. И поэтому у нас иммунитет, и мы об этих сезонных коронавирусах не говорили. На самом деле в конце 90-х годов XIX века, в 1890-е, в России была такая необъяснимая эпидемия, которую тогда назвали русским гриппом, которая распространилась по всей Европе. И мы не знаем, что это было, но по симптомам мы сейчас видим, что, скорее всего, это был не грипп, а коронавирус. Один из тех, которые сейчас сезонные. И тогда тоже мы видели, что многие люди сообщали о том, что мы сейчас называем долгим ковидом. То есть переболели легко или бессимптомно, но потом внезапно чувствуют, что все время усталость или такое туманное сознание. И это, наверное, был коронавирус. Да. Ну, то есть, в принципе, не исключено, что когда-то мы снимем эти маски. Это понятно, что это все связано еще и с вакцинацией, но все-таки. Конечно, конечно. Но я думаю, что уже к концу февраля, к началу февраля в Латвии все либо провакцинируются, либо переболеют. Может, будет каждый 20-й, то есть где-то 5-7% населения, которые и не вакцинируются, и не переболеют. Ну, ведь это, наверное, еще и связано с тем, что действительно вирус настолько заразен, и он так распространился, что вряд ли те, кто еще вообще не переболел, его не зацепят. Наверное, есть какой-то процент бессимптомников так называемых, да? Но все-таки мы должны понимать, что, наверное, все в той или иной степени столкнутся с этим вирусом. Разумеется, разумеется. И даже, я думаю, не все понимают, насколько дельта отличается от вуханьского штамма. Она, на самом деле, в три раза более инфекциозная, как минимум. То, что мы видели во время первых двух волн, что когда человек заболевает, такое часто бывает, что он болеет, а домочадцы не заражают. Потому что человек, может, не кашлял, был не особо симптоматичным. Сейчас спросите у врачей. Мы видим, что в больничных бойках люди болеют семьями. То есть, фактически, если кто-то в квартире, а мы все живем в довольно маленьких квартирах, кто-то заболел, ну, как правило, заболеют все остальные члены семьи, если они, условно говоря, не вакцинированы. И даже если вакцинированы зачастую. Да, да, с дельты повода для оптимизма в этом плане нет. Да. Вот, наверное, один из таких последних вопросов, тоже часто он используется, что вот государство не берет на себя ответственность за те побочные действия, которые возникнут, могут возникнуть у тех, кто вакцинировался. Пускай, как вы сказали, там 60 на миллион, но вот возникнет какое-то побочное действие. А кто за это будет отвечать? Вроде я расписался, типа вот сам на себя беру ответственность. Да, да, хорошие вопросы, дорогие слушатели. Если вот вас это беспокоит, то я надеюсь, что я сейчас вас смогу успокоить. Значит, во-первых, причина, почему люди думают, что никто не берет ответственность, это тот факт, что перед вакцинацией против коронавируса мы подписываем бумагу какую-то. Да, и люди думают, о, наверное, я подписываю, что беру на себя ответственность. Нет, это не так. Так, если вы прочитаете эти бумажки, то там сказано, что я проинформировал вот этого врача, консультирующего перед вакцинацией о своем состоянии здоровья, и в анкете вы отмечаете, какие у вас есть хронические заболевания, или если нет, то никаких, и подписываете, что вы правдивую информацию даете. Но есть скажут, а почему перед энцефалитом мы вот эту информацию не даем? Так это связано с тем, что другие вакцины обычно колются у нас у семейных врачей, и процесс для других вакцин не завязан на мощностях, то есть нам не нужно вакцинировать по 100 тысяч человек в неделю. А здесь для ускорения процесса людей просят вот такое отметить эти галочками в бумаге, чтобы ускорить этот процесс. Это раз. То есть не бойтесь, вы не подписываете, там нигде не сказано про то, что вы отвечаете за последствия. А во-вторых, конечно, если у человека вот будет эта очень редкая какая-то побочная реакция, то лечение платятся из госказны. Да, теперь это уже законом решено, да. Да, да, поэтому, конечно, если у вас есть подозрения о том, что у вас есть какая-то побочная реакция в результате вакцины, или вы слышали о каком человеке, то порекомендуйте этому человеку обратиться в государственное агентство лекарств, они проведут анализ и поймут, есть ли они как бы... Вот вы думаете, что они никогда не скажут, что да, это было из-за вакцины или нет, потому что нельзя стопроцентно гарантировать, но они же проверяют то, есть ли правдоподобная связь между какой-то реакцией и вакциной, если есть, то тогда государство это оплатит. И, может быть, последняя такая вот короткая такая ремарка тоже интересная. Я понимаю, что статистика должна быть беспристрастна, но зачастую, когда вот дается нам без комментариев статистика, говорят, вот столько-то госпитализировано, в том числе такой-то процент вакцинированных. Потом только выясняется, что мы сейчас не говорим про те, у кого поддельные сертификаты, это, наверное, отдельная история, понятно, что они никакие не вакцинированы, у них только бумага есть соответствующая, но это ладно. Но ведь потом зачастую выясняется, что человека доставили в больницу совсем с другим заболеванием, там, не знаю, с инфарктом и инсультом. И потом во время тестирования в больнице, сейчас это обязательный порядок, выяснилось, что у него еще и ковид. Но на самом деле основная причина госпитализации вакцинированной было совсем другое заболевание. Может быть, здесь надо как-то нам и со статистикой чуть-чуть разобраться, чтобы не давать почву для этих спекуляций? Я все о коронавирусе не знаю, я здесь не смогу в деталях комментировать, я дам комментарии, исходя из тех знаний, что у меня есть. Значит, по миру, из всех умерших от коронавируса в больницах, 80-85% умирают конкретно из-за коронавируса, то есть у них просто двухсторонняя пневмония легких, они не могут больше вдохнуть, сколько бы ты кислорода им не подавал, а где-то 15-20% людей, у которых обостряются их другие проблемы со здоровьем в результате коронавируса. И как бы это не нужно недооценивать. Как я говорил, коронавирус проникает в другие системы органов. И коронавирус очень часто у каждого 30-го потом проблемы с повышенным тромбообразованием после симптоматической инфекции. Это раз. Ну, а во-вторых, по поводу вакцинации, я хотел сказать, что мы видим, что из тех вакцинированных, которые попадают в больницу, очень мало болеют в тяжелой форме. Если у нас сейчас 15% всех госпитализованных вакцинированы, то только 5% госпитализированы с тяжелой формой болезни, то есть которые дышат кислородом. Поэтому, ну, понимаете, что госпитализироваться-то вас могут, потому что у старых людей зачастую... Обостряются хронические заболевания, да. Да, но хотя бы они не будут задыхаться. Ясно. Спасибо большое. Так вот время у нас быстро истекло. Никита Троянский, эпидемиолог, был у нас на прямой связи посредством зума. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова